Всем доброго дня! Мы рады приветствовать вас на портале самообучения и развития. И сегодня мы с вами поговорим на вот такую тему. Поминки через полгода после смерти человека. Как провести? Очень часто в миру мы не знаем, как правильно организовать поминки усопшего близкого нам человека. И когда полагается поминать усопших. Не секрет, что существуют определенные обряды, когда поминают усопших на второй день после похорон, на девятый день со дня смерти, на сороковой день и на годовщину. Обо всем этом мы уже отдельно писали. Но часто возникают вопросы о том, можно ли и положено ли устраивать поминки по усопшим на полгода после смерти. А также, как именно делать такие поминки. И сегодня мы детально поговорим об этом. Православные христиане часто поминают усопших родственников в храмах и в церквях. Не обращая внимания строго на даты. Ведь главное в молитве – это упокоение души усопшего человека. А в суете повседневной жизни очень часто люди забывают о необходимости прийти в храм и поставить свечу за упокой. А многие даже не знают, как правильно поминать умерших по прошествии шести месяцев со дня смерти. Хотя в церкви нет определенных правил о том, как проводить поминки на полгода со дня смерти и кого надо приглашать, нет и запретов на организацию поминок на половину года. Но и предписаний о том, что эти поминки устраивать надо, тоже нет. Тем не менее, совершить молитву, вспомнить добрым словом покойного никогда не помешает. Даже если эта дата не является официальной и обязательной. Ведь душам усопших не нужны хвалебные тосты и кушанья. Главное, чтобы звучала молитва о них. Как правильно поминать усопших в церкви? В церковь нужно прийти на вечернюю службу или перед началом литургии. Можно подготовить дома или в самом храме и подать специальные записки с именами усопших. При этом надо знать, что указываются имена только крещеных усопших христиан. Вверху записки надо поставить православный восьмигранный крест, написать название об упокоении и написать имена. При этом надо имя писать в родительном падеже. А также имя должно быть написано полностью. Марии Анатолия. Маша и Толя. Такие записи не допускаются. Во время службы происходит поминовение усопших во время вынимания частиц из просфор. Можно самостоятельно помолиться об усопших во время заупокойной ектении или поставить свечу перед каноном с распятием. Ваша молитва об усопшем родственнике будет более действенной, если вы во время службы подойдете к причастию. Также в день поминок нужно принести в храм пожертвования. Давайте милостыню нищим с просьбой молиться об усопшем. Организация поминального стола на полгода со дня смерти. У христиан давно существует обычай за трапезой поминать усопших родственников. О том, каким должно быть меню традиционного поминального стола, мы уже детально писали в прошлых статьях. Только надо помнить, что в этот день за столом все собираются не для того, чтобы встретиться с родными и вкусно поесть. Цель поминок – чтение молитв о душе усопшего. Перед принятием пищи в честь усопшего на полгода со дня смерти надо совершить литию. Это часть богослужения, совершаемого в храмах, и его может совершить простой христианин. В крайнем случае надо прочитать Псалом 90 и молитву «Отче наш». Или же дома прочитать молитву. «Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих и всех усопших сродников и благодетелей моих, и прости их вся согрешение, вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное». Желательно, чтобы молитву читали все вместе, кто собирался на поминки. И начинать трапезу во время поминок надо с кутьи или калива. Все хозяева стараются хорошо угостить гостей, но при этом надо помнить, что во время поминок следует соблюдать посты. И после молитвы можно поднять небольшой бокал вина. При этом все понимают, что усопшим неважно, сколько мы выпили водки и съели мясо, главное – добрым словом помянуть усопшего. Что делать на полгода поминок? Прошло полгода со дня смерти близкого вам человека. Боль утраты немного улеглась, но остается добрая память. В день поминок можно подать на стол любимые блюда умершего, отдать какие-то вещи покойного родственникам в память о нем. Когда вы пришли на могилу к умершему, надо зажечь свечу и принести немного продуктов и положить на могилу. При этом существует поверье, что душа умершего человека в день поминовения находится рядом, витает в облаках. Поэтому молитва заупокойная будет очень важна. Всех, кто подошел к могиле, можно пригласить к поминальному столу домой. Дома после прочтения молитвы можно садиться за стол и поминать усопшего. При этом надо учитывать посты и воздерживаться от злоупотребления спиртных напитков. Блюдо, подаваемое на стол во время поминок полгода со дня смерти родственника. Во время поминок на стол на Руси подавались традиционные блюда, такие как кутья, медовое сыто и разнообразные кисели. В зависимости от регионов проживания традиционными блюдами во время поминок на полгода подавали в северных регионах России пирог с рыбой, а в южных районах блины. В настоящее время все чаще в кафе и ресторанах существует специальное меню для поминальных столов. Церковью также поминки не возбраняются, но желательно придерживаться постов и накрывать поминальный стол без спиртных напитков. На поминальном столе всегда оставляется самое почетное место для покойного, так как до сих пор считается, что в это время усопший находится рядом, и это его гости. Оставляется миска, чашка для него, при этом говорят такие слова «Приди, родной, покушай с нами». Пища обязательно должна быть постной, если поминки устраиваются в пятницу или среду. Если поминки выпадают на Великий пост, то их можно организовать только в субботу или воскресенье. На Руси поминальную трапезу обычно завершали пирогом, который выносили на большом блюде. Поминальная кутья. Для приготовления кутьи надо на ночь замочить промытые зерна пшеницы, затем приготовить их до готовности и заправить разбавленным медом или сахаром. К зернам добавляют мытый и высушенный изюм. Вместо пшеницы можно использовать рис для приготовления колива. Но еще лучше читайте о том, как приготовить поминальную традиционную кутью или кутью с рисом у нас на портале отдельно. Сдобные блинчики на поминки Чтобы сделать сдобные блины на поминки на полгода, необходимо приготовить в равных количествах по 4 стакана молока и муки. 100 грамм сливок 3-5 яиц 25-30 грамм дрожжей 2 столовые ложки сливочного масла Соль по вкусу В подогретом молоке развести дрожжи. Сбить яйца, добавить соль, сливочное масло и сливки. Постепенно ввести муку и тщательно все тесто размешать. Дать тесту немного постоять, пока оно не поднимется. Добавить оставшееся молоко и муку, после этого выпекать. Читайте также другой пошаговый рецепт традиционных постных поминальных блинов у нас на сайте. Закуски на поминальной трапезе Рулетики из ветчины с сыром и чесноком Состав 300 грамм ветчины нарезать тонкими ломтиками Яйца сварить и отделить белки от желтков Натереть яйца на терке, желтки на мелкой, а белки на крупной Соединить белки яичные, чеснок, измельченный и зелень с майонезом Смесь уложить на ломтик ветчины и свернуть рулетом Рулетик обмакнуть в майонез и обвалять в тертых желтках и уложить на тарелку Салат весенняя свежесть Для приготовления этого салата нам потребуется Огурец 1 штука Помидор 2-3 штуки Редис 4 штуки 1 столовая ложка зернистого творога И 2-3 столовые ложки йогурта Зелень Соль Добавить по вкусу Вымытые и высушенные овощи измельчить соломкой Зелень измельчить и уложить все в салатник Ввести в состав творог, заправить йогуртом и посолить Постное блюдо, подаваемое на поминках Рыбный студень Приготовьте 1 кг рыбы разных сортов Разделайте ее и порежьте на кусочки В кастрюлю налейте 1,5 литра воды И сварите рыбные отходы Добавьте в посуду 1 морковь Репчатый лук 1 штуку Соль Перец Положите в этот бульон кусочки рыбы Варите ее до готовности Разложите рыбу на блюдо И залейте процеженным бульоном с добавлением желатина Поставьте в холодное место для застывания Надеемся, что наша статья поможет вам в организации поминок на полгода со дня смерти ваших близких родственников Также читайте на нашем портале о настоящих традициях проведения уже официальных ритуалов поминовения умерших родственников на год годовщину и о других правильных днях для поминок христианами А также о том, в какие дни поминать не стоит На этом мы прощаемся с вами Желаем вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего Но на этом еще не конец Вернее, все только начинается Большая просьба именно к тебе лично Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития Чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее Развиваясь вместе с нами и нашими экспертами А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей Среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами Которые будут тебя мотивировать к новым достижениям Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео Рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео Напиши свое мнение или вопрос по теме А другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто Ведь мы читаем все комментарии Поддержи нас и развивайся вместе с нами Ну и, конечно, если ты больше любишь читать То заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития» Где можно найти тот же материал и в печатном виде Ссылка на эту статью на сайте будет в описании А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально То найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру А на этом будем прощаться Рекомендую посмотреть и другие видео В том числе на непривычные для тебя темы Важных направлений саморазвития на самом деле очень много Поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов Чтобы каждый мог найти нужное А также имел возможность развиваться в разных темах А не только зацикливаться одной Сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение Естественно, желаю тебе в любом случае Мудрости, любви, успеха и всех остальных благ Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении Или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok